МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас и пытаются решить. А я напомню, что авария на водоводе, питающем основную часть Орска, случилась в пятницу вечером. Тогда в одночасье обезвоженными остались более тысячи домов. Воду мы перекрыли. Вопрос в том, что протяженность трассы очень большая и диаметр очень большой. Поэтому воды, для того, чтобы приступить к работам, необходимо было ее слить. То есть вот это время, так сказать, вода сливалась, и поэтому произошло такое подтопление. На откачку воды ушло более суток. Только после этого рабочие смогли приступить непосредственно к ремонту трубы. Параллельно, по заявлениям специалистов, водоканал снабжал население водой. На это выделили около 18 машин. Правда, ситуацию эта мало спасала. Арчане на протяжении двух суток возмущались тем, что водовозов катастрофически не хватало. Да и дозвониться по горячим телефонам оказалось практически невозможным. Они звонили, никто ничего нам никогда не подвозит. Вот я лично, вот это вот, простая клень, тоже, сколько живу, никто никогда не возит нам эту воду. Впрочем, человек ко всему адаптируется. Арчане тоже справлялись с ситуацией, как могли. Некоторые стояли в очереди у колонки, брали воду у удачливых соседей, кто-то опустошал прилавки магазинов. В некоторых из них, кстати, даже повышали цены. А вот на улице Стартовой нашлись и изобретатели. Они придумали необычный, хотя и не совсем законный способ добычи живительной влаги. Официально причину аварии специалисты пока не называют. Первоначальной версией стало то, что труба не выдержала большой нагрузки, которую создали большегрузы, задействованные на строительстве второй очереди дамбы. Но уже в субботу версия изменилась. Чиновники стали говорить о перепадах температуры. Своё видение ситуации представил и министр строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства области Сергей Домников. Чугунный водовод уложен в 1974 году. Сейчас уже специалисты говорят, что там не было соответствующих технологических решений. То есть не было песчаной подушки. Но я думаю, что 37 лет его нормальной работы говорит о том, что это просто, наверное, какие-то объективные причины. Мороз. Сейчас мы с вами находимся на улице где-то около минус 20 градусов. То есть это тоже свою роль сыграло. Поэтому здесь много факторов. Я понимаю, что и устройство дамбы, вторую очередь дамбы тоже повлияло. То есть это абсолютно рабочая обстановка. Специалисты пообещали, что создадут комиссию, которая выяснит точные причины и выявит виновных в ЧП лиц. А пока коммунальщикам предстоит побороться уже со льдом. Звонки от жителей, до сих пор пребывающих без воды, продолжают поступать. Но, как уверяют представители УЖКХ, ситуация под контролем. И в ближайшее время последствия аварии будут устранены. Лола Самадова, Павел Проскуряков, служба информации ТРК Евразия.